20 минут о красивой жизни, модных явлениях и увлеченных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Звездными блогерами, которые, кстати, тоже когда-то начинали свой инстапуть. Сегодня мы на встрече команды Светланы Савичевой и Катрин Дитрих. Я никогда не планировала становиться блогером. Так получилось, реально. У меня был затяжной декрет. Я нашла аудиторию, для которой была кому-то полезна, кого-то я вдохновляла. Я всегда занималась спортом, делилась своими успехами и неуспехами в том числе. Пыталась быть искренне, рассказывала так, как оно есть. Я никогда не говорила, что материнство это просто блаженство. Для меня инстаграм стал площадкой, где я могу самореализовываться. Я же фотограф. Мне хочется показывать свои работы кому-то. Мне хочется какой-то отдачи. И для меня это стала хорошей площадкой для этого. Для меня инстаграм это вдохновение. Я хочу видеть красивую картинку. Некрасивых, вот, выйди на улицу, пожалуйста, сплошь и рядом. Поэтому для меня это вдохновение. Я хочу... Красивых людей, красивых картинок. И изначально это визуальная соцсеть для того, чтобы вдохновлять. Либо делиться чем-то полезным. Двигая местами, собираем, как пазл, собираем красивую ленту инстаграма, чтобы она была стильная, гармоничная, прикольная. У нас уже было первое задание описать себя, сделать, создать шапку профиля. Это первый продающий пост. Нужно было себя представить. И у многих был ступор. Так, кто же я? Бьюти-коуч. А нет, я все-таки риэлтор. Да нет, я многодетная мама. Или нет, или все-таки же. И вот, в общем, они мечутся между своими какими-то желаниями, какими-то хобби и не могут определиться. Сегодня вот у них одно офис, завтра другое. Но это тоже их путь, их возможность себя попробовать в разных сферах. Честно скажу, есть у нас девочки, которые пришли не с конкретно поставленной целью. Вот. И поэтому мы для них приготовили сюрприз на следующей встрече. Хотим им помочь в плане направления. Немножко раскрыть. Это будет связано с психологией, но пока мы держим это в тайне. Мы нашим участникам хотим максимально быть полезными и эффективными. Если ты многодетная мама, то ты должна делиться своим личным. А если ты риэлтор, то ты можешь обойти личную сторону, говорить там о профессии, выступать в роли эксперта. Для многих это кажется чем-то таким баловством, чем-то легким, но многие, погружаясь в это, понимают, что да, у меня нет столько времени, у меня нет столько желания этим заниматься. Командой, я считаю, нам очень повезло. Вот энергетически все девочки и Юра, они прям наши. Очень много у нас с ними схожих интересов. Есть о чем поговорить. Вот. Пока знакомимся, но вот за неделю, я считаю, уже у нас есть прогресс. Мы тут вчера учились фотографировать. Сегодня вот еще поговорили про фото-подачу. Так что мы ждем от них хороших результатов. Техническая сторона вопроса, правильные фото и содержательный текст поста – это далеко не все, что должен усвоить успешный блогер. Есть в этом красивом ремесле и подводные камни. Нелегко быть искренней на самом деле, потому что люди разные, по-разному воспринимают. Иногда бывают такие моменты, когда мне казалось бы, ну, это вообще нормально, как можно к этому придраться. Я там от всей души, но у всех разные жизни, разные ситуации. И твои слова, которые ты вот написала, не всегда можно приправить их смайликами, все равно не так это дойдет, зайдет для человека, который находится в определенной ситуации. Поэтому некоторые воспринимают с критикой. Очень много перехода на личного. Если ты блогер, тебя воспринимают, ну, а что такого? Я могу вот, ты же делишься, я могу взять тебе и сказать. Вот, то есть на улице никто не подойдет и не скажет, слушай, Свет, у тебя тут что-то не так вообще в жизни, давай я тебе тут помогу. Я никогда не делюсь чем-то негативным, и, видимо, поэтому моя аудитория вообще, у меня очень мало хейтеров. Возможно, я к этому отношусь тоже очень спокойно. Иногда я понимаю, что кто-то мне что-то говорит, и я вижу, это их боль, какие-то переживания. Они просто, я на себя это не переношу, я о себе все знаю. Мне кажется так, что если у меня что-то есть действительно, то я не обижаюсь, ну, да, это так, что сделаешь. Надо расти, и я вижу, что это другие замечают. А если во мне это нет, я вижу, что это просто со мной делится какой-то своей болью. Никогда не отвечаю агрессией на агрессию. Я либо игнорирую это, просто стараюсь вообще в это не западать, иначе просто можно с ума сойти. И несмотря на то, что этот проект – битва блогеров, и по правилам в финале выберут сильнейшего, конкуренции с другими командами здесь относятся по-философски. Важно, чтобы каждый участник в итоге стал лучше, успешнее и профессиональнее самого себя до участия в проекте. Другими словами, одержал победу над собой. Ювелирное искусство сегодня – это, конечно же, применение высоких технологий. Но неизменным остается использование в работе натуральных природных минералов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. О том, как они уживаются с современным дизайном, смотрите прямо сейчас. Пожалуй, самыми известными драгоценными камнями являются бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды. Это своего рода классика ювелирного искусства. Но существуют также и актуальные тренды, о которых, как правило, знают профессионалы, а также искушенные коллекционеры редких украшений. Ничто не стоит на месте. Ювелирная мода тоже. Кромалин Параиба сейчас самый популярный камень. Его очень любят. Он дорожает с каждым годом все больше и больше. Это единственный камень, который имеет именно вот такой цвет. И у него кажущееся внутреннее неоновое свечение идет. И он даже в сумерках светится. Кромалины еще бывают розового, зеленого, но они менее ценны. Еще один фаворит гемологов и художников-ювелиров – васильково-фиолетовый минерал танзанит. Он редкий очень, драгоценный. Месторождение единственное в Танзании. Он исчезает. Его запасы истощаются. Посчитали, что в течение 10 лет его уже не будет. Самый ценный танзанит – это камень свыше пяти карат. И еще темные оттенки, фиолетовые. Он для успешных людей. То есть он приносит удачу, успех. Поистине магическое влияние, особенно на женщин, оказывает такой камень, как опал. Опал в переводе с греческого – «чарующий глаз». Огненные опалы, белые опалы. Такие прозрачные, такие неуловимые. В белых опалах, в черных, в них такие звездочки горят изнутри. И это кольцо, и это кольцо – разновидность черных опалов. Вот это кольцо очень примечательно. Оно, у него вес 55 карат. Опал в 55 карат – такой сгусток очень редкий, очень ценный. Да будет он в Австралии. А этот черный опал, он, видите, как звездное небо. Это кольцо, огранки кабошон, черный опал, 2,4 карата. Бриллиантов 2 карата. И здесь вот бриллианты танцующие, подрагивают. Огранка класса, поэтому он так красиво играет. 750-я проба золота, конечно же, потому что это кольцо коллекционное. Ювелирное искусство – это не только редкие камни и золото-серебро высшие пробы. Очень высоко также ценится идея художника, воплощенная мастерами. Уникальное кольцо. Птички пьют водичку из фонтана. Фонтан состоит из камней и лазуритов. Вокруг бриллианты. И птички тут радированное золото. Кольцо состоит из палатия, 500-й проба. Конечно, такие украшения стоят целое состояние. Ведь это месяцы работы профессионалов высшего уровня. Много людей задействовано, чтобы сделать одно украшение. Начинается с того, что когда находится камень, обрабатывается, и когда он получается красивый, когда он получается редкий, художник делает под него эскиз. Именно под этот камень, чтобы заиграл лучше, чтобы это было уникальное изделие. После этого ювелир уже делает заготовку и вставляет камушек. И получается произведение искусства, шедевр. Есть в ювелирной сфере и более демократичное направление. Но это уже совсем другая история. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Дорогие друзья, я прилечу в Челябинск 5 марта. И выступлю у вас с новой программой. Иконы моды и стиля 20 и 21 века. До встречи в Челябинске 5 марта. Пилатес занял свое достойное место в индустрии фитнеса, предлагая любителям спокойных тренировок эффективные и увлекательные занятия. В России пилатес больше известен как групповая тренировка, похожая на йогу и стрейчинг. Но в последние годы популярным становится пилатес-аллегра – занятие на специальном тренажере-реформере. Изначально пилатес разработал, конечно, саму систему тренировок на мате. Потом, во времена Первой мировой войны, начал внедрять эти упражнения для реабилитации солдат. Сейчас, конечно, этот тренажер уже более модифицированный, но основа та же. Будучи щадящей методикой, пилатес не потерял эффективности. У хорошего тренера отлежаться не получится. Нагрузка здесь может быть очень даже приличной. Почему многие модели выбирают этот вид? Потому что им не нужно какие-то мышцы, но им нужен красивый силуэт, рельеф, вытянутые мышцы, удлиненные руки. Это как раз мы здесь и можем получить. Движение осуществляется за счет натяжения пружин. Мы можем подобрать нагрузку индивидуально для каждого человека. Сможем, как для реабилитации поставили маленькие пружины, маленькую нагрузку. Сделали, допустим, поработали с пусталами. А кто хочет, скажем, прокачаться, ну опять же, без истевой нагрузки, мы можем просто посильнее пружины поставить, сделать другие упражнения. И он отличный и ягодичные мышцы, и пресс, все проработает. Среди поклонников пилатеса есть и мужчины. Они также получают интенсивную нагрузку, которая позволяет оставаться в хорошей физической форме. Два мужчины, с которыми мы занимаемся на данном тренажере, им очень нравится. Они получают нагрузку достаточно хорошую. Да, у них есть небольшие ограничения по здоровью, поэтому мы здесь занимаемся. Ну, есть те, кому, конечно, ну, просто не нравится там в тренажерном зале, а здесь они как-то более лояльны. Фитнес сегодня объединяет людей разного возраста и разной физической подготовкой. Пожалуй, главная тенденция современной фитнес-индустрии – быть полезной и интересной для широкого круга людей с их потребностями и поставленными целями. От похудения и профилактики остеохондроза до выступлений на любительских соревнованиях по бодибилдингу. Сегодня очень популярны хобби, связанные с различными видами искусства. С нуля можно научиться петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и, конечно же, рисовать. О том, что такое акваграфика, как изучают иллюстрацию моды и чему можно научиться за шесть занятий – об этом и многом другом в нашем сюжете. Эта техника выполнения фэшн-иллюстрации получила название «акваграфика». Автор курса, архитектор и художница Наталья Коноваленко рисует всю свою жизнь. А в последние годы главное ее художественное увлечение – модницы и модники, изображенные маркерами, лайнерами и акварелью. Это у нас акварель жидкая. Почему жидкая? Потому что можно всякие пятна делать. В воде растекаются красиво. Маркеры, спиртовые маркеры, акварельные маркеры и графические такие вот линеры, брашпены называются, которые можно мягкие линии рисовать. Профессионал создает такой рисунок легко и быстро. Но, пожалуй, главная прелесть этого жанра в том, что освоить его могут даже взрослые, даже с нуля. У нас даже курс, так называется, фэшн-иллюстрация для начинающих. Первое занятие у нас – построение фигуры человека. Как тень, свет ложится, показать, как фигура в движении. Во-первых, мы фигуру человека строим не реальную, а все-таки больше фэшн, то есть удлиняем ноги. Потом мы немножко портрет затрагиваем, потому что выражение лица, ну, я считаю, что важно. А потом уже мы переходим к одежде. Потом переходим к текстурам. Мех, трикотаж. Как это изобразить? Кто-то пришел, потому что в детстве не нарисовался. Просто приходит, потому что хотят рисовать. Им даже может быть не столько мода и модная иллюстрация. Это вот как просто научиться заново что-то открыть для себя. Но в основном именно здесь занимаются, конечно, кто профессионально хочет это применить. Кому-то видно, что нравится. Очень худенькие, кому-то полненькие. Они так и рисуют, даже не переучить, поскольку не подходишь и не исправляешь рисунок. В следующий раз она все равно сядет, то же самое будет делать. В основном еще можно заметить, что люди рисуют себя в основном. За шесть занятий можно понять основные принципы иллюстрации. Но для того, чтобы рисовать свободно и изящно, требуется практика. Очень, например, приятно, что меня пришли поддержать мои бывшие студенты на это занятие, у которых уже есть свои бренды, ну, ателье или бренд одежды, как у Жени и у Юли, например. И, конечно, я очень горжусь ими, их достижениями. Вообще была, ну, вот практически не рисующая. То есть это такой был детский уровень совсем, любительский для себя, какие-то зарисовочки. Поскольку пришли учиться на модельер-конструкторы, и, естественно, нужно было рисование. И мы теперь можем отобразить на бумаге то, что у нас есть в голове. А для нас, как для дизайнеров, это, ну, прямо очень важно. То есть я могу показать, с чего все начиналось. Вот это самые первые занятия, когда мы просто учились строить фигуру человека, пропорции, чтобы все соблюдать, голову строили. И, ну, и дальше уже на занятиях мы стилизовали какие-то образы, что-то вот просто зарисовки из модных журналов. Дальше уже какие-то свои, ну, мини-такие фантазийные коллекции придумали, придумывали в разных вариантах их интерпретировали, и работали с цветом, работали, собственно, вот с красками, с размытием, с растушевкой. И вот в итоге сохранились вот такие вот интересные штуки делали. Пожалуй, все девочки в определенном возрасте любят рисовать красавиц в нарядных платьицах. Сегодня есть возможность делать это и в более взрослом возрасте, и на более высоком уровне. Рисовать красивых людей можно как по причине производственной необходимости, так и просто для души. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана приглашают. 26 марта в оперный театр на 20-й фестиваль моды «Платье города». В программе. Дефиле VIP-персон. Коллекции лучших дизайнеров, а также гости фестиваля. Зухра Солохуддин и Сергей Сысоев. Город Москва. Не пропусти главное модное событие. Билеты в городских зрелищных кассах. 13 марта с единственным концертом в Челябинске выступит знаменитый музыкант, искусствовед, педагог и просветитель Михаил Казиник. В программе «Я обнимаю вас музыкой» принимают участие Татьяна Тутынина, Виолончель, Вячеслав Зубков, Фортепиано, Борис Казиник, Скрипка. Концерт состоится в учебном театре Института культуры. Билеты в касса города. Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу BeautyTime, нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.